Друзья, привет! Это Зинаш. Сегодня, субтитры, вторник, 26 сентября. Время 9.21. Еду где-то в город. Покатаемся. Ой, собаки вдоль дороги бегают. Вчера видела по новостям. Пока такая новость. Там девочки делали какую-то уникальную операцию на лицо. А сегодня в интернете прочитала. Ее, оказывается, избивала бабушка и мать. Что-то ухо, по-моему, оторвали или порвали. Нос сломали. В общем, лицо изуродовали. И какая-то частная клиника бесплатно сделала около 10 пластических операций. Вчера по новостям показывали ее. И вот там показывали по новостям еще, что в Астане в какой-то школе там между первым и вторым этажом пролеты. Между пролетами мальчик 9 или 10 лет упал головой вниз. Там лестница, по другую сторону лестницы окно. И там только перила были. И после этой трагедии заварили вот такими этими, чтобы не проваливались за дети. Вообще сейчас телевизор не смотрю. Просто мама смотрела вчера. И с ней за компанией смотрела. Новости, как обычно смотришь телевизор. Там пожар, там убили, там повесился, там застрелился. И потом всю ночь не спишь. Я человек впечатлительный. И потом всю ночь не сплю. И вчера эти новости посмотрела. Сегодня утром встала, аж голова болит. Но здесь, видите, где-то педколлектив виноват. Где-то еще что-то. А я вам хочу рассказать про детей. Про пацанов. Которые отбывали срок наказания в детской колонии, где я работала. За тот период, когда я там работала. Я вышла на пенсию замполитом, кто не знает. С малолетки. Звание подполковника. Вот. Когда пришла в колонию, вот в этой системе работаешь, но в колонию уже не заходишь ради интереса. А тут, когда назначили, пришла, первое, что меня поразило до сих пор под этим впечатлением. Там, когда заходишь, конечно, везде розы, везде елочки, туи. И там, перед административным зданием двухэтажным, под окнами в розарии стоит бюст сотруднику сотруднику этой колонии. Не помню, года там, не помню даже, не помню. В общем, этого сотрудника за точками убили сидельцы этой колонии, малолетки насмерть. И когда пришла, ну, так как заместитель начальника колонии по воспитательной работе, естественно, я должна была в первую очередь ознакомиться с личными делами. о личных делах, там помимо, там папки толстые, там помимо аэропортов, как они все вели во время отбывания срока, там в первую очередь читала приговор решения суда. Чем больше я читала, тем больше друзья мои в шоке было. Вот. Без разбора первая попавшаяся начала читать. Там один мальчик. Русский пацан. Не помню уже, каких зовут, это и не важно. Красивый пацан, небольшого роста. Где-то вот так вот мне будет. Вот. Волос белый-белый, блондин. Глаза голубые-голубые, большие, ресницы такие длинные. Прям куколка, не мальчик. Немножко вперед забегу. Когда там детскую колонию часто приезжают благотворительные организации от ООН, от комитета защиты по защите прав детей. Сотрудники ОБСЕ приезжали, там всякие миротворческие организации приезжали. И когда приезжают, у них своя форма одежды, футболки, трико, футболки с нашитыми бирками номерными. Ну, когда, допустим, говорят же, завтра приедет какая-то организация, им выдают белые футболки, чисто, чисто, это, обмунтирование, чтобы они проезжали. Моргал-моргал налево, он, наверное, не найдет и передумал ехать в газель. Вот. И когда приезжают вот эти всякие все организации, он, вот этот пацан, потом еще такие мальчишки, такой небольшого роста есть, и совершенно нет ниже, до 18 лет сидят. Вот. Их первый ряд ставят, с одной стороны, по ранжиру, а с другой стороны, они как куколки, красивые. Я помню, когда только назначили, через неделю, наверное, вот такая организация приехала. Американцы. И этот пацан стоит, и там женщина. Вау! Little boy! Beautiful! Вот так его мордашку, а тот, вот такой стоит. Ой, little boy! Why? Почему он здесь сидит? Почему что случилось? Такой хорошенький. А я на тот период уже ознакомилась с его личным делом. Вот. Потому что до этого организации приезжали, его на первый ряд ставят, начальники отрядов, первый ряд. И все на него клюют, как говорится. прочитал его личное дело. Короче, суть такая. Приговор читала. У этого пацана родители погибли. То ли в аварии, не помню. Ну, в общем, сирота он был. Его воспитывала его бабушка родная. Не знаю, то ли отца мать, то ли матери мать. Короче, бабушка. Она его воспитывала. В школу ходил. Ну, как положено, опекунство. Вот. Потом 14 лет исполнилось ему. И он с друзьями, такими же щеглами приходит домой. Ну, бабушка, видимо, уже глубоко в пожилом возрасте. В общем, там, не знаю, то ли они напились, то ли там какая-то наркота была. Не помню, не суть. Вот. Они погужбанили там. Потом все по очереди вместе с этим внуком, любимым, насилуют эту бабушку. Сколько их там человек было. И в завершении бабушка, когда лежит распластанная, не знаю, она на тот момент живая была, не живая. они находят в саду ветку большую от дерева. Втыкают бабушки половые органы до конца, насколько возможно эту ветку лоткнуть. и прокручивают. Прокручивают и вытаскивают. Бабушка, естественно, умирает. Вот. И этот красивый мальчик, одуванчик, отбывал там срок. И любые организации, там благотворительные, всякие-всякие-всякие организации, и фирмы всякие, и одежда, обеспечение было шикарное. То есть там привозили все, начиная от сладости, заканчивая одеждой, деньгами там, на одежду, на питание, типа. вот. Вот. Потом еще один парень там сидел, казах. Он, по-моему, из-под Тараза. В советское время этот город назывался город Джамбу. Помните, да? Джентльмены дачи, когда играли на даче у академика в города. Тот А, на А, сказал какой-то город. А тот говорит, Джамбу. Этот, Алибабаевич, как его звали там? Вот. Они говорят, а почему Джамбу? Нажа нужно. Он говорит, там тепло, там моя мама. Вот из этого города этот парнишка был. Но высокий. Вы знаете, наверное, где-то под метр восемьдесят, метр девяносто такого роста. Но парень, знаете, такой смоглый. Глаза такие зеленые глаза, ресницы длинные, густые. И взгляд такой колючий. Но смазливый. Некрасивый, а вот смазливый, смоглый. Но глаза, знаете, прям такой темный, темной травы такой цвет глаз. Почитала его приговор решения суда. Сейчас ремень накину, к кольцу подъезжаем. Вот. Он тоже 14 лет было. лето у себя в селе где-то. И у них то ли у него дома, нет, он к родственникам пришел. К сестре своей домой, что ли, к старшей сестре. Они все в колхозе, днем на работе, жара, а пацанчик их не. Два-три года. Два-три или три-четыре где-то вот такой. Еще в школу не ходил. Ну, как в деревнях, в аулах все дети летом ходят. В трусах. В трусах или шортиках. И этот парень в колонии пришел к ним в гости. Ну, зашел, видимо. А тот лежит, смотрит на полу, лежит на пузе и смотрит телевизор, там мультфильм или что он смотрел. И этот осужденный родственничек. Сейчас пропущу этого велосипедиста сзади. С правой стороны телепается. Пришел, посидел с ним. Тот, не отрывая, смотрит мультфильм. На пузе лежит. Этот ему говорит. Ну, получается, ему дядя, этого пацану, раз сестры сын. Он говорит, хочешь, шоколад или мороженое. Кто же откажется? Пацан говорит, да? Сейчас я тебе мороженое, шоколад куплю. То ли купил, то ли собирался. Вот. пацан в общем, он этого лежачего на полу пацана снимает трусы и насилует. Там разрыв кишечника всего. Не помню. Дальше я не помню, друзья, как амнезия. Живой пацан остался, не живой. он изнасиловал своего малолетнего племянника двух, трех, четырех, пяти лет. Вот. Такой пацан у нас сидел. Потом сейчас позже расскажу и попию с ним. Потом сидел. Что за пробка здесь? Что за пробка? что это мы на кольце стоим? Сводник об пробка. Конца края не видно. Здесь на кольце через КамАЗ центр тоже ехать. Не вариант. все, друзья мои, потому что здесь два-три ряда с кольца. Сейчас пропущу впереди бедолаг. Проезжай. выровнялись. Вот и все, выровнялись. ой, уже сколько, 14 лет, 13 лет прошло, как я на пенсию вышла, подзабыла все. он, он, в общем, то ли убил сожителя матери, то ли отца убил, ну, в общем, то ли муж, то ли сожитель, в общем, парень на суде говорил, зашел домой, а тот, то ли отец его, то ли сожитель матери, избивал мать жестоко. Ну, я так думаю, что это не первый раз было избиение. Вот. И он, чтобы остановить это все, взял топор и, получается, убил его. Ну, когда с этим парнем я разговаривала, он сам все рассказывал, он плакал, друзья, на вопрос, жалеешь ли ты о содеянном, он сказал, нет, я не жалею о содеянном, просто мать жалко. И говорит, я думаю, каждый так поступил бы, если бы свою матерь так делали. Не знаю, то ли там насиловал мать, этот мужик, отец или сожитель, то ли в процессе избивал еще. Ну, в общем, суть такая. Взял топор и зарубил. потом там парнишка один, Павел. Фамилия не буду говорить. Фамилия хорошо помни его. он сидел за кражу, за групповую. Но когда с ними разговариваешь, даже, даже так вот, визуально, когда на строю стоят, смотришь, по глазам видно, друзья. Недаром же говорят, глаза, зеркало, души, что неплохой парнишка. А он просто под замес общий попал и пошел по этапу по паровозам. то есть друзья там со двора, пацаны. Привет, привет, Пашка. Как дела туда-сюда? И пошли в одно место сходим. В общем, они пошли на квартиру кражу. Сказали, Пашка, постой здесь и сейчас виснешь. Но он постоял. Вот приехал наряд милиции и всех захомутали. В дальнейшем вот этот парень, Пашка, потом вот этот, который зарубил. Мы проводили республиканский смотр по компьютерной грамотности среди осужденных по Казахстану. Вот. И решено было сделать, провести это мероприятие на базе нашей колонии. Потому что наша колония была образцово-показательной. Но это дело сверху спустили, надо провести. А как, что, материальная база никого не интересовала. в общем, приходилось все, со всех кабинетов компьютеры туда, на зону, а те, выделили кабинет, пацаны, кто более-менее шарит в компьютерах, зайдут туда. и вот этот Павел, который паровозом ушел, он занимался компьютерами. Он им помогал. Ой, друзья, это отдельная история. Сколько мне это нервов стоило. Сколько бессонных ночей. я там и ночевала в колонии. И это же необходимо подключение к интернету. Программы все эти. И нужно следить, чтобы они там лишнее себе не позволяли. Переписку там туда-сюда. Вот. Это полбеды. А потом А потом за день, по-моему, со всего Казахстана привезли осужденных к нам. У нас своих сто человек под завязку. Еще привезли, но своих маломальских уже знаешь, кто на что способен. А тут еще привезли со всех городов, со всех колоний Казахстана осужденных. Ой, друзья мои, вам не передать состояние моей нервной системы, состояние нервной системы сотрудников колонии. Это, конечно, вот дикий ужас. Помимо этого, что это первая часть получается компьютерная грамотность вот эта, нужно было программы создавать туда-сюда, и потом еще как концертная программа. Сам Бог велел за политу проводить это мероприятие. Ой, с друзьями, ой, с пацанами давай проводить, там кто петь, кто танцевать умеет, а кто с этой системой сталкался, тот знает, что осужденным западло сотрудничать с администрацией. Вот. А это получается сотрудничество. Ну, в общем, друзья мои, кого кнутом, кого пряником. В общем, подбила я на этот концерт, кому обещала внеплановое свидание с близкими, кому там снять выговор, кому дать поощрение. А поощрение нужно, друзья, для условно-досрочного освобождения. И, в общем, это когда мероприятие стало проводиться, там приехали, приехал ректор Казахстанско-Британского университета, потом еще с каких-то университетов приезжали. Ну, короче, вот этот Павел, он занял первое место. Но ему еще год нужно было сидеть. занял первое место, вот этот пацан, который сожители матери зарубил топором, он занял второе место, а третье место там пацан уже, ну, смотрю, там эти уже жюри обходило, они говорят, вот эти два первых места, третье место наше тоже. Я уже подошла к этим, с УИСа были, с прокуратуры были, с райотдела были. Я уже членам жюри сказал, говорю, пожалуйста, третье место дайте какому-нибудь пацану с другой колонии, потому что скажут, что специально натаскали, специально сделали, что все три места в вашей колонии, вот, журнал есть, я потом как-нибудь, я сегодня домой поеду, я привезу дипломы свои, посмотрите, где я училась, как я училась, единственное, друзья, я не могу найти аттестат свой, школьный, не знаю, сейчас еще посмотрю, но честно говорю, кто давно на моем канале, тот знает же, что я где-то до седьмого класса, до восьмого хорошо училась, не отличница, но хорошо училась, ударница крепкая была, но там два-три учителя, не преподавателя, учителя же назвали, на моего брата катили бочку, вот, брат у меня на четыре года старше меня, так, если он где-то в восьмом классе учился, на четыре, значит, я в четвертом, пятом, с этих времен, где-то с шестого класса я стала троечницей, шестого, седьмого класса, и этим учителям мстила, кто давно на канале, тот знает, по биологии учительницу доводила, потому что она брезгливая была, покупала, кто не знает, в охотничьем магазине мухи такие, бывают, ой, жирные мухи, черные, такие вот, пластмассовые мухи, по три копейки были они, по копейки, в советское время, купила их, и так, то в рот закидывала их, как будто муха, и в конце концов это преподаватель, учительница сказала, ну она мне раньше называла, ну надо же, ангел, а не девочка, в одной семье один раз долбать, другой ангел, извиняюсь, что ты можешь сделать, ну на крузаке, значит, можно подрезать, и поэтому она сказала, говорит, яблоко от яблок недалеко падает, и брат такой, сестра такая, ну и потом одному учителю сказала, второму учителю сказала, и в конце концов, один учитель тройку поставил, как бы ни отвечала, вызубрил, все, расскажу, на пять расскажу, выше четверки никогда не получала, тройку, а потом в учительскую идут же, потом говорят, как это, обишевая, она говорит, да, как и брат, троечница, а допустим, у нас в классе учила девчонка, Машанло, там встанет, ну не всегда же готовится, допустим, на том занятии она отвечала, и уже, ну как все в школе, думаешь, вчера раз отвечала, значит, уже пару урок не будут спрашивать, куда поеду, там хромой идет, там один алкаш, через дорогу проходил, хромой, зеленый зажегся, сейчас, друзья мои, куда ты лезешь, родной, выскочила, главное, показывает, куда ты едешь, я по своей полосе еду, сейчас, друзья, кинчихан, проедем, потому что здесь, там машины выезжают, и здесь, извечная пробка, давай, 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 ой, друзья, кто алматинец, кто знает, беспредел у нас на дорогах, кто как хочет, тот так ездит, вот, так, а что мне было, разговор вела, что-то голова распалилась, блин, а что мне говорила, а и вот этот павел занимает первое место дают им грамоты все и ректор казахстанско-британского университета дает ему грант на поступок на бесплатное на поступление бесплатное обучение казахстанско-британском университете после освобождения я на пенсию вышла 2009 году потом его как-то встретила уже 2010 или 2011 год был вот встретила городе то парня по павла друзья вот не хвалюсь но даже вот эти к у нас кто в этой системе работал тот знает что допустим даже малолетка у нас там химики сидят вот взрослые там на промзоне который там отпускают домой периодически помыться побриться даже они в городе потом после на пенсию вышла освободятся в городе встречать меня зина шмурцгалиевна и вот этот павел не увидел тоже крикнул где нашу разголеевна в троллейб съехал я по тротуар что он выскочил вернуться догнал меня рой паша как дела он здрасте как у вас дела у меня нормально у тебя как он год учусь и где кпт у казахстанско-британский университет и оттуда как она грант он когда я ру по звонку или по удо он не помню по удо наверно вышел не помню или по звонку вышел вышел пошел у него на руках грант на бесплатное на поступление его зачислили уже на бесплатно обучение что хочу сказать друзья вам вот так если на вскидку сказать вам вот я уходил на пенсию там было 100 не помню 105 помыли 100 грубо будем говорить 100 человек отбывали срок наказания потому что одни выпуска выходят другие поступают судьбы конечно разные и приговоры страшные страшные ну вот если взять в процентном соотношении 100 детей 100 процентов да где-то 35 процентов сидят сидели при мне за убийство это 35 процентов за изнасилование и остальные 30 процентов на разные там преступления пробежи и разбой хулиганство там всякие причинение бреда здоровью я не могу когда вот такая кишка вот вот на парковке место нет места нет машинам вот это процентном соотношении по преступлениям а насчет того что это дети дети это цветы нашей жизни кто-то умный давно сказал хорошо когда эти дети растут на чужом подоконнике или на чужой клумбе вот и вам так как бывший замполит как педагог-психолог по образованию с большим стажем в педагогике психологии конечно хорошо бы я себе ошиблась но я вам скажу из тех пацанов которых я знала который уходил на пенсию вот из ста человек я вам скажу человек от силы человек 10 это те пацаны которые это было первое и последнее преступление многие не многие некоторые даже как и паша просто по незнанию постой нашу херес чё свистнешь пошел или пошли вместе сходим на подержи вот это как украден вещь потом у него при обыске нашли это все и такие были там с разным сроком отбывание наказания но друзья как вы знаете не знание закона многие же говорят я не знал не знание закона не знание ответственности не знание закона не освобождает ответственности поймали за руку в поличном получите распишитесь поэтому а остальные вот допустим человек 10 от силы которые исправятся которые близко не подают к терминалу а остальные друзья честно говорю дай бог что я ошибалась это уже потерянные для общества люди многие даже может первый раз получили срок допустим за убийство за грабеж за разбой из насилования они отсидели здесь свое они набрались опыта все же делятся своим опытом и прошли как как вам сказать курсы повышения квалификации как помните доцент опять же фильм ты вор выпил украл в тюрьму выпил украл в тюрьму романтика это все друзья мои из жизни берется потому что у пацанов они выросли возмужали там на зоне а на волю вышли кто их на работу возьмет друзья мои кому не нужны а жрать то хочется а есть то хочется пить хочется одеваться хочется как все если вышел а время то поменялось год два на улице выходишь не узнаешь даже в центре сейчас проедешь год не ездил как с тундры выехал оооо как обезьян сидишь пацанов смотришь а там дети пацаны выходят через 3-4 года а тут у всех сотовые телефоны на руках и все одеты хорошо и еды полного везде и везде все лежит а им кто даст если это семьи алкашей если у многих пацанов родители сидят на зонах и мать и отец и родственники дяди дяди дедушки бабушки у многих это семейная преемственность опыт поколений там не знаю образец поэтому вышел там девчонки стоят или пацанята маленькие с сотками забрал сотку дай пошел продал или просто украл задержали опять на зону а на зоне не надо много думать там тебя накормят напоят в школу отправят там школы есть профессии научат слесаря токари окна пластиковые делать оденут обуют отбылись в этом там свои у них интересы свои разговоры свои дружбаны отсидели срок если они 18 допустим 16 17 18 вышли тут опять вышли пошли на другое дело пошли на взрослую зону там у взрослых зэков можем многому научиться и все выпил украл в тюрьму выпил украл в тюрьму вот этот пацан который говорила сто раз который изнасиловал своего племянника когда я ладно сейчас успею рассказать там еще работала у него ему оставалось еще 2-3 года отсиживаться сидеть но ему через 2-3 месяца исполняло должно было исполниться 18 лет а вот друзья вы знаете по фильмам же нам по по любым статьям это не такое жесткое наказание на зоне от зэков за изнасилование зэки по понятиям расправляются с ними тем более на взрослой зоне человек еще зэка не успели этапировать на взрослую зону а там его уже ждут знают какая у него статья знают какая статья за что кого он изнасиловал и его там ждут и он ведь ко мне в кабинет пришел на коленях стоял на коленях стоял плакал ресницы вот такие мокрые плакал динаш пожалуйста оставьте меня здесь ему не помню год или полтора нужно было еще до окончания срока я не хочу на взрослую зону заречной плакал слезно слезно плакал говоришь сказали бы ползи он пополз бы на коленях стоял но все он написал прошение что просит его оставить на малолетке все буду делать все сотрудничать с администрацией все буду делать только оставьте меня здесь я уходила на пенсию там его оставили на малолетке потому что там на взрослой зоне его порвали кончили бы его страшные вещи рассказываю страшные друзья поэтому говорят от тюрьмы от суммы не зарекайся 40 минут ладно сейчас быстренько расскажу вот этот парень который изнасил соплемянника я как-то ну мы замполит зам по режиму замполит начальника колонии втроем и зам по хозу мы оставлялись оставались ну по очереди как ответственно от руководства ночевали там то есть утром подъем их поднимали в школу на зарядку на обучение вечером на отбой проверяли вечерняя проверка и вот я как-то осталась ну я такая дама что 45 44-45 лет еще молодая мне тоже сейчас 59 в брюках и там когда остаешься вот смотри что делает автобус видите да с правой стороны он тупо моргает сейчас сюда хочет проехать нет иди в баню иди в баню блин ты посмотри что делает видели автобусе что делать еще за ним этот маленькая машинка блин а что там на дороге ну там небольшая выбоемка и автобус блин побоялся бы то ямочку спуститься вот и короче остается ответственно от руководства вечерняя проверка я их на процу построила поголовно пересчитали всех вот и потом это там свободное время там до сна какое-то время и прохожу и вот этот парень который племянька свою изнасиловал вы знаете такими масляными глазами я прошла и он так на мой знаете на мою попу так посмотрел и так вот сейчас лицо покажу ой не въехала я думала показалось потом опять так прошла специально мимо и боковым зрением так вот там посмотрела и там парень пацаны стоят и он при них так на меня причем на попу смотрит так потом одни пацаны говорят ты что дурак что ли а че но он же ёбар террорист извиняюсь конечно я просто вспомнил его масляный взгляд такой жирный и разворачиваюсь к нему мимо прохожу и говорю так чтобы он только слышал хочешь меня он от неожиданности ну давай тетенька он от неожиданности вот так опешил хочешь меня пошли только тихо никому и пошла к себе в кабинет у меня два кабинета было одно в административном зоне одно там на зоне там где они жили в казарме ох ямочка сейчас друзья мои поднимаюсь по лестнице он идёт сзади пацаны уже там кто на улице там в общем тусуются там байки рассказывают я поднимаюсь в коридоре в коридоре такой знаете полумрак на лестнице и вы знаете я иду и спиной чувствую его знаете взгляд липкий такой противный мерзкий сзади идёт сапит я поднимаюсь я думала как бы там не убить его на лестнице и у меня в конце коридора на этаже они спят и в конце коридора сейчас съема мой кабинет захожу в кабинет открыла а у меня кабинет угловой и с улицы фонари светят там ёлки у нас высокие сосны высокие-высокие и такой полумрак я говорю заходи зашёл дверь на ключ закрыла он стоит я говорю что стоишь давай а он может будете осуждать скажет нельзя было так провоцировать он такой и к моей рубашке пуговицу решил отстегнуть друзья догадайтесь с трёх раз мои дальнейшие действия догадались? нет? одним ударом под дых скрутился да да друзья я его избила я дерусь хорошо друзья валялся на полу ногами не пинала кулаками вот смотрю лежит вовремя остановилась я могла бы его убить тут позвонила медбрату он дежурил я говорю зайди ко мне он заходит тот лежит он на меня посмотрел зинашему что случилось? спроси у него у меня руки вот так все в крови спроси у него тот лежит медбрат здоровый парень я не помню его как звали он недавно работал у нас там женщина была потом она в декрет ушла Лунара звали Лунара вот я говорю спроси у него потому что я разговаривать не могла друзья он его поднимает поднял высокий парень медбрат высокий этот поднимает его что случилось? ответ я упал с лестницы на меня посмотрел медбрат ну пошли и что вы думаете на утро меня вызывает начальник колонии Исахат Лектарович Азербайджан ровесник мой и говорит Юнаш Мурзгалиевна ну нельзя же так с детьми я говорю что нельзя он говорит ну а то и избили избили кого я избила он его имя называет да иди в баню о женщина сидит вот такая не пропускать ага тот автобусик за мной которого я не пропустила вот и этот начальник колонии говорит ну вот вы его избили я говорю вызовите его сюда они вызывают конвой конвой приводит его и он говорит ну скажи подошел обнял этого зэка и говорит ну скажи сынок что случилось с тобой кто тебя избил он говорит господин начальник меня никто не избивал я с лестницы упал он не бойся не бойся никого я тебя об обиду не дам скажи честно он говорит честно я с лестницы упал и у меня начальник колонии говорит ты наш Мурзгал выйдите из кабинета пожалуйста не помню пожалуйста или без пожалуйста я вышла он гаден сейчас ему все расскажет потому что у него в начале колонии такие были понебратские отношения с зэками типа добрый дядя потому что он был набегами в колонии вот вышла с кабинета щелчка ну и переживаешь в любом случае друзья да с лупотреблением служебным положением и вот дверь закрыта слабо слабо слышно и он говорит ну скажи теперь видишь замполита нету скажи это она же тебя избила не бойся вот скажешь что она и тебя избила я тебе удо обеспечу насильнику он обеспечит удо бог и царь же он захочет он выпустит не захочет не выпустит да фигня у меня сердце в пятки ушло а он говорит нет я когда упал замполит подошла помогла мне встать говорит она гаденыш блин не сдал что ты пикаешь мне под ухо вот такие друзья дела про цветы жизни 50 минут первый раз такого все друзья пока обтуху проезжаю машите наши